Всем здорово, всем привет! Мы сегодня, видите, в необычной такой атмосфере, обстановочке. А вот как вы думаете вообще, откуда я? Вот мне напишите в комментариях, как вы думаете вообще, где я нахожусь? Ну понятно, что в Черногории из названия это ясно, да? А где конкретно? В каком месте? В поезде ты находишься. Откуда я обещаю? А? В поезде, что ли? Так, еще варианты есть? Поезд, хорошо. Еще какие варианты? Это похоже, знаешь, на походный домик, типа трейлера или как он называется? Так, еще какие варианты есть? Привет, привет. Здорово, здорово. Ну смотри, если сейчас окажется какая-то элитная вилла, то, конечно, я попал в просах с походным трейлером. С походным трейлером. То скажешь, типа, знаешь, вилла на берегу моря, охуя дорогая. Ну, с морем ты тоже угадал. Море от нас находится буквально в 10 метрах. В принципе, ты правильно все сказал. Вот, не будем дальше, как говорится, мозги полоскать людям, да? Мы находимся в автодоме. Вот, это дом на колесах. Вот, сегодня такой у нас будет, наверное, необычный стрим. Во-первых, мы находимся в Черногории, в автодоме и на берегу Средиземного моря. Ну, Адриатики точнее. Вот, сейчас познакомлю с жителями, обитателями этого автодома. Вот, здесь у нас находится Юлечка. Всем привет. Всем привет, да. И здесь у нас находится еще один, ну, самый главный человек. Это капитан этого автодома. Алексей. Алексей, да. Но, ребята, любезно сегодня согласились со мной как-то здесь все дело провести. Но, мне кажется, это и необычно будет, потому что можно будет позадавать разные вопросы. И, кстати, у Лехи тоже есть канал, он так и называется, на ходу. Вот. Все очень просто, да. И для внимательных ребят, которые там давно смотрят мой канал, в принципе, это Леха уже знаком. То есть, они его видели. Это было первое видео в этом году, вот, с ним снято, да, в Черногории. Алексей Клочков. Точно. Так точно. Вот. И он путешествует вот со своей супругой не только по Европе, да вообще по всему миру. Вот. Ну, потом будет интересно, мы позадаем разные вопросы ему. Он там с радостью, наверное, ответит на них. Вот. И про машину. И сейчас покажем саму машину. И вообще, как все это... Ну, в общем, они живут здесь. Это, по сути дела, их дом. Ну, вот. Машина на российских номерах, вот, то есть, она приехала сюда уже сколько, 10 месяцев назад? 10 месяцев, да. 10 месяцев здесь. Но не только здесь. То есть, они много чего тут уже и посмотрели, и попутешествовали. Вообще, довольно интересная жизнь у них. Вот. Ну, не знаю, как вам все это дело объяснить. Конечно, атмосферка такая здесь, знаешь, ощущение яхты, наверное, да. То есть, все очень сильно похоже на это. Вот. И сама такая, знаешь, обстановка и отделка. Да, да. И тут, в общем, довольно удобно можно находиться. Здесь есть и холодильники, здесь есть и, ну, все, что нужно для жизни. Телевизор, вот, видите, да, сзади меня там кондиционер. Ну, все абсолютно как... Даже духовка. Даже духовка, плита, душевая кабина. Ну, все как положено. Вот. Так что, если есть какие-то, ребята, ну, вопросы по именно, по вот этому автодому, вы тоже пишите там и, в принципе, могут... А есть ли какие-то способы бесплатно перезарядить воду, аккумулятор там? Ну, вот это вот как раз он рассказывает и на своем канале. У него там много видео на эту тему. Он так и называется на ходу. То есть, все про вот эту же движуху, житуху на колесах. Здесь Черногория, наверное, Леш. Ну, ты вот тоже, может быть, как-то тоже, давай, может, вот, может, как-то рядом со мной садись. А, давай, может, мы развернем туда. Сейчас вообще круто сделаем. Сейчас мы... Думаешь? Давай, я, наверное, сюда пересяду. Мы их сейчас развернем тогда, попробуем, да? Да, да, да. Сейчас, чтобы у нас все было видно. Сейчас немножко перебазируем вот это все. Вот. Вот как раз и Алексей, и всех нас, чтобы было видно. Короче, а я не знаю, море там, наверное, не видно будет. Ну, не видно вообще ничего. Вот так вот море будет видно, наверное, вот. А, нет, тоже здесь стекло, да. Засветленное. А, да, вот море, вот появилось. Видно? Видно, да. Вот там у нас море. А мы потом пройдем, мы потом пройдем, короче, покажем вам вокруг там и вообще саму машину покажем. Вот, это Fiat. Ну, я не знаю, ты вот расскажи, наверное, вкратце о своей машине, что она там. Значит, ребят, это автодом Fiat Ducato. Это фирма Adria. Находится она в Словении. В общем-то, прототипов очень много. Так вообще немцы самые такие нормальные у нас в Европе делают их. Но Fiat Ducato тоже самое немецкое качество, но только подешевле немножко. Я ее взял в России на русских номерах, потому что просто не захотел связываться. Хотя, если купить его в Европе, то он стоит на 30% дешевле. Но пока вот там у меня язык был не очень, мы тут в суете были, и поэтому взял его здесь. А так машина 7-40 метров длиной, 6 спальных мест. Ну, попозже вот покажем. Коробка автомат. Ну, так, премиум класса в этом сегменте. Это полный интеграл. Их вообще есть три. Альковые, полный интеграл, интеграл. Альковые это вот такие вот с большой балдой, которые над вот здесь кабиной, может быть, видели. Они такие самые дешевые, самые часто подающиеся. Полный интеграл, вот как у меня, такие, чуть тоже позже увидим. А интеграл это такой же автобус. Только, скажем, мне там 6-7 автобуса уже. Как такой, Икарус примерно, ну, поменьше Икаруса. Вот. Ну, и здесь он всем оснащен, житьем. По поводу заправок. Такая, значит, я предпочитаю отдых бесплатный. Я кемпингами не пользуюсь. И, в общем-то, бюджет выходит, я вот уже считал, где-то 800-900 евро. Это с передвижением где-то километров 40-50 в день. Такое легкое. И, в общем-то, и с питанием. Питание, дизель. И, в общем-то, вот там все. Питание, дизель. Ну, вода, получается, есть на заправках, она бесплатная. То есть, очень редко, когда за это просят деньги. Ну, бывали, да, случаи-то? Ну, в Германии в основном просят где-нибудь еще. Если на кемпингах заправляетесь, то там просят. А если на простых заправках, то все бесплатно идет. Соответственно, там и туалет меняешь, и заправляешь, сливаешь. За сливки иногда просят что-нибудь. Ну, я не попадал, я ищу места. Здесь, может быть, фишка в чем? В том, что, когда у тебя есть время свободный, ты вообще тем не паришься. Просто входишь в этот ритм и идешь. Когда, конечно, у тебя 2-3 недели, например, тебе надо объехать по Европе. Конечно, там не до этого, тебе надо быстрее заехать, сидеть где-нибудь. Или куда-нибудь там платный, может быть. И чтобы быстрее дальше поехать. Не, ну, машина такая, в общем, довольно свежая. Даже вот невооруженным взглядом видно то, что, знаете, вот, ну, она довольно комфортная. И современная даже, я бы так сказал, да? 11-го года. Да, да, то есть, получается, 6 лет уже, ну, довольно все современно сделано. Давайте, наверное, в чатике многие спрашивают, сколько стоит. Если не хочешь, там и отвечай, да. Да, свесил. Да нет, не секретно. Да нет, что? Она сейчас стоит, ребята, ну, вот я ее покупал в 15-м году, сегодня сейчас 17-й, 15-й год, 5 лет ей было. Я покупал за 3,5 миллиона. Ну, это там 44 тысячи евро, получается. Это на Россию. В Европе она стоила, там, процентов на 30 дешевле. Я в Москве ее брал. Ну, так. Ну, а сейчас какой порядок? Сейчас, я думаю, она уже подешевела. Ну, я думаю, 5 тысяч евро точно она уже потеряла. Юлечка. Да. Сколько? Сколько получается? Я думаю, сейчас уже тысяч, наверное, ну, 40, там, 38, вот так тысяч евро она может стоить. Все зависит от бренда же. Все зависит. Ну, от пробега, от состояния, наверное, от всего. Нет, нет, еще от производителя. Ну, пойдем, покажь, что здесь есть вообще. Давай. Ты прям... Да я буду, ты будешь лучше рассказывать, а я буду показывать. Да, ну, давай, наверное, выйдем с улицы сначала ее посмотрим. Да, я думаю, у нас интернет там уже брать будет, да? Сергей, переведи прямо его на другую сторону. А это как? Сейчас, секундочку. Сейчас мы переведем тут. Так, тут у нас. А, вот сверху. А, вот это. Вот, Серега, это пустяк. А вот тут уже все и видно. Сейчас я подальше отойду. Как меня слышно, Юр, нормально? Слышно так же хорошо, да. Ну, вот, смотри. Короче, вот так вот это вот все выглядит. Видишь, московские номера. Вот такой вот он. Автодом. Все это находится вот в такой вот красивом, в таком месте. Красивое место. Город, грядь. Город, да. Да. Рядом море. Леха уже купался, я пока еще нет. Как водичка, кстати, Леш? Да, теплая. Нормально, да? Вполне можно уже купаться, ребят, приезжайте. Даже без 100 грамм можно купаться. Спокойно. Солнышко светит, отлично тепло. Конечно, долго вы в море не продержитесь, но я думаю, там, минутку-полторы можно разово. Потом выйти, еще. Отлично. Ну, вот смотри, давай, наверное, вкратце-то вообще вот расскажи, да, что здесь есть. Я смотрю, вот там наверху какие-то поручни есть. Это для чего загорать, что можно на крыше? Да, можно вставить солнечные панели. Это чтобы генератор не жечь, ну, вообще, чтобы там вот бензин не заводить, генератор, дополнительное питание. Постоянно же солнце, постоянно солнце, они нагреваются, ну, а солнце идет, питание, соответственно. И можно подъезжать технику. Это вот, например, там, ну, утюг вот, супруга у меня любит. Утюг дальше там, этот, волос сушить. Ну, также чайник, чайник скипятить. Гаджеты заряжать полностью можно. Тут для всего электричества, в общем-то, нужно. Чтобы, это я уже даже говорю о том, что, если не пользоваться кемпингом, потому что кемпинги стоят где-то 20-30 евро, и платить за это не хочется. То есть каждый день это будет накладно. Поэтому мы так и не пользуемся. И лучше, чтобы все было автономно. Слушай, ну, тут много, смотри, разных всяких люк, лючков, там, это, я так понимаю, для вещей, для чемоданов, да, или что это такое? Нет, это я покажу, это питание, то есть не питание, это газ, но сейчас я этим делом не пользуюсь. Но все работает. Покажу, да, все работает, конечно. Давно не открывал. Вот, два баллона газовых. Но здесь, значит, какая ситуация. Они заправляются бытовые, их нужно заправлять только в Абби. И где-нибудь в Германии, например. Ну, в России можно там за маленькую денежку на любой заправке. В России тоже, хотя закон стоит, только заправлять их нужно на бытовых магазинах. Менять даже, не заправлять, а менять. Ну, я вообще от них отошел, я поставил газовые оборудования дополнительные. Теперь я могу заправляться на любой заправке. Я просто от этого вот. Это гораздо проще. А то иначе ты будешь в Европе прикован только в Германию, например. Вот такая вот система. Я тут так, когда покупал, мне об этом не сказали. Потом, позже, я уже до этого сам дошел. Когда в Швейцарии просили большие деньги за это дело. Слушай, а вот это что? Так, вот здесь вот туалет находится. Где-то туалет, получается, с супругой мы живем. Где-то я у меня раз в два дня. Вот, вот он тебя представляет. Ничего себе. Ну, в общем, где как. Одним словом, иногда там в унитазе, иногда и просто можно в кусты зайти. Вот так вот все. Слушай, ну, интересно тоже. Все довольно культурно, все так, да? Да, да, все так, такой. Тимодатик приятный, все раскрывается. И все, один ключ от всего, да? Да, один ключ. Ну, только единственное, он еще бензобак вот от основного ключа, а так вот один ключ. А вот это что? Это багажник. Я тут смотрю, тент есть, да? Да, да, да. Внешний свет есть, смотрю. Маркиза. Маркиза, да. Все это отворачивается. Да. Свет вот включается сейчас. Слушай, как такое гостиная получается. Ага. Слушай, ну, здорово, да. Классно. Тем более, сейчас в преддверии лета, конечно. Он не родитый, мы уже 10 месяцев катаемся, поэтому здесь все. Слушай, а если в аренду его брать? В аренду, значит, вот мой, например, в Москве такой, вот такого класса, стоит вообще 200 евро. 200, да? В Германии можно за 100. Сейчас, ребят, если кто-то будет интересоваться, я слышал, что в Черногории можно за 50-70 евро даже найти. И в Польше есть сайт, если кому-то интересно будет, напишите. Я там скину скину, напишу ссылочку. За 50 евро можно в Польше арендовать. Но только не в сезон, нужно прямо именно заранее писать. Вообще цены такие хорошие у них, потому что в Германии 100 евро. В Литве можно за 80-90 евро взять. Ну, кстати, как вариант, мы, наверное, еще потом попозже об этом отдельно поговорим. Леха, короче, в этом году, вот в этом сезоне, может, например, кого-то, если кто-то захочет, да, из России встретить, например, здесь, сделать там такую интересную программу по Черногории, да? Два-три дня там, то есть, или, ну, там, в зависимости, как вы уже сами там договоритесь, да? То есть он вас, по сути дела, встретит в аэропорту, да? Покажет страну, покажет лучшие места, вот, так что тоже пишите мне, я перекину на Леху, либо на Леху сейчас дам все контакты, ну, канал на ходу, можете ему написать напрямую, как вариант, да? Слушай, а смотри, какое тоже место большое довольно, да, здесь? Просто мог бы второй велосипед, вот, бальверт купили, Юля, рисовать, художник, ну, тут вообще, у меня резина стоит летняя, вот я еще не менял даже, вот, очень забитый багажник, потому что вещей много, мы с тобой взяли, тут у нас зимние, летние, осенние, в общем, все, что можно. Ну, дом, по сути дела, дом, да. По сути дела, да, вот здесь, там, масло. Там, сзади, смотрите, можно и велик прицепить, и не один, наверное, два, да, можно сразу. Да, в автобусе это специально поручни, очень удобные. Я брал специальный автодом, даже БУ. Нас как слышно, Юр? Все слышно, отлично. Отлично. Брал автодом БУ, значит, эти рейнги, например, они снижены, а так вообще, эта тема дорогая, они стоят там разные, на два, например, там, 300 евро, на 3-4 велосипеда, 500 евро. Ты смотри. И вот эта штука, маркиза называется, она тоже очень дорогая, около 1000 евро стоит. Поэтому вот, да, ну, если интересно будет, то можно. И на много она вытягивается, да? Где-то метра на два. А, круто. Да, и ставятся специальные штучки, и, в общем, как веранда получится. А вот если лестница наверх туда забраться, там что будет? Просто пологая крыша, да, то есть она для чего? Можно забираться и ходить. А, даже ходить можно, да? Можно что-то там вот эти панели поставить, залезать, можно там загорать, конечно, если это интересно. Слушай, ну, круто. А, емкости? Да, от вата. А, понятно. И она нагревается, наверное, над солнышкой, да? Да, в одной емкости нет. Как вариант, да? Слушай, ну, здорово. Воды? Воды нет, нет. Воды нет. Вода внизу. Нет, там только солнечные панели можно ставить еще. Ну, это тоже, какого опция отдельно получается, да? Да, да, это вопрос от политических, я пока еще их не пробовал. Еще только с генератором лежит. А это что? Это тоже багажник в старой части. А он соединяется с той, да? Да, да, да. Это все сквозняк получается? Здесь вообще еще спальное место можно организовать. Ну, даже так, посмотри. Вот здесь у нас все лежаки, загорать, стульчики. Вот газовое оборудование, которое я поставил дополнительно в Москве. Это уже сам ставил, да? Ну, не лично я там, заплатил. В общем, нашел недорогого мастера за 300 евро мне с установкой все сделали. Вот, газ, 100-литровый баллон. Вот, я заезжаю, ребята, на любую заправку. Все очень хорошо. Втыкаются и мне целый баланс заправляют. Зимой хватает на где-то 2-3 недели примерно при температуре там минус 5-10. Летом на полтора месяца, если там плюс 30. Обалденно. Вот такая идет, например, математика. Окошки, смотри, какие, да? Все культурно. Да и внутри, в принципе, такая она. А это что такое? Вот это у нас печка. Вот если мы не подлезем, эта печка, это выход в газы, выходит, испаряется здесь все. Меня вот уже маленько поцарапало. Тут ураган был в Черногории. У меня мусорный бочок заехал. Бочок мусорный у меня заехал, вот я пока заклеил. Здесь к холодильнику. Горелка вот здесь включается и холодильник начать работать. Все понял. Здорово. Так, тут просто пушек. Да. Кушки выходят. Вот можно посмотреть. А, тут закрыто, да? Сейчас откроем, покажем. Просто водительское место. Видишь, как здесь, как в самолете. Все сидения, все крутятся. Видишь, да, да, автомат. Но вместо внутри, конечно, довольно много. Здесь можно спокойно, я считаю, что... Ну, вдвоем вообще не париться. Даже втроем можно не париться. Втроем, да. Если там муж, жена, ребенок, там, например, вообще никаких проблем нет. Да. Вот вода здесь заправляется. Отсюда, да? Да, здесь я заправляю воду, ребята, отрывается. Все, ну, на ключах открываешь, вот, направляешь. Угу. А, вот здесь не вставал слив. Вот здесь вот, что... Не видно, вот здесь слив. Ну, понял, да. Лучка здесь еще так. Продумно, хорошо все. Так, дальше. Здесь вот внутрь. Вот, как вы видите. Вот, как вы видите. Вот, как вы видите. Сейчас обойдем тогда внутрь. Внутри покажем еще, посмотрим, что внутри есть. Тут вот, наверное, смотри. С кухни начнем, да? Ну, плита вообще полноценная. Как наслышно? Слышно хорошо. Давай показывай плиту. Газовая. Газовая плита, духовка, кран, раковина, все есть абсолютно. Ну, то есть полноценная такая кухня, маленькая только. Раковина, да, тут. Все есть, да. Видишь, как в яхте вот такие рундуки, полки. Вообще довольно много места. Все очень так эргономично сделано. Диванчик такой есть. Спальные места. Здесь вот вторая кровать разбирается. А, да, ну, можно тут, конечно, опустить. Да, сейчас не будем уже, наверное. Здесь чуть-чуть. А, да. Ага. То есть все это опускается, там сверху люк еще есть. Вот такое, да. Все электрическое. Ну, да. Тут кнопочки. Да. Вот здесь вот вода, например, этот набор воды у нас на нуле почти уже надо заправлять. Вот здесь вот слини показывает, что ноль. Только слини недавно. Здесь аккумуляторы. Вот задние два аккумулятора. И вот передний аккумулятор. Вот здесь все. Зарядка показывает тоже. Ну, в общем, все, вы управляетесь. Ну, в общем, тема такая хорошая для путешествий. Ребята, вот имейте в виду. Вот. И пишите. Холодильник. Пишите Лехе, Юле, если хотите, например. Вот смотрите, какая красота еще здесь. Большой холодильник достаточно, это хорошо очень. Для жителей. Морозилка. Круто. Все продумано. Это микроволновка, я так понимаю, да? Да, да. Тут микроволновка, все есть. Такой вариант. Рабочий. Ну, это только, конечно, 220. Просто так она включается здесь, сгорит. Ну, и ванна, туалет тоже все есть. Да, да. Душ есть. Пожи, смотрите. Зачетка здесь. Да. Зачетка здесь. Люк есть. Ну, как на яхте. Одним словом. Климат-контроль. Кондиционерчик есть. Вот. Вот, собственно, вот такое вот здесь замечательное место для отдыха. Как оно? Такое, азанта. Да. Все. Че, считай, ничего. Вот круто. Он на 360 градусов, да, получается, разворачивается? Ага. А тут надо скрепить. Здорово. А, вот как он, да? А в руси просто такой. Стол складывается, я так понимаю, это все разбирается, да? Да, да, да. Тут все можно еще два. Чтобы здесь местечко организовать, здесь разбирается. Стол демонтируется. Да. И здесь еще раз. Ну, вот, ребята, в принципе, если есть какие-то вопросы, там можно ответить, там, если... Так вот, будет стоять? Сейчас, вот так сомнём. Да. Сейчас. А так, неплохая тема. Ну, вот у меня возникло два вопроса. Первый. Вы как предпочитаете, там, сами готовить или есть в столовках, там, в кафешках? Как вообще? Да не знаю. Когда в путешествия едешь, то лучше, конечно, кафешки кушать. Потому что постоянно там останавливаться, там, готовить. Все это не очень. Когда на месте живешь, удобнее, конечно, готовить. И вот вопрос, чем обусловлен выбор такого лайфстайла? Какие цели, пожелания? Вообще, с какой целью пришел сюда вот в такую движуху? Ну, автодом, мы были в Америке три месяца. И вот увидели вообще, как американцы отдыхают. И вот этот просто отдых очень понравился. Там у них, конечно, более все навороченный. В плане, там, автодом еще побольше, чем у нас. Еще плюс машину они с собой на жесткой сцепке таскают. И вот так вот живут годами. И поэтому эта идея очень понравилась. И вот мы решили попробовать здесь. Ну, просто в нем живешь. И одним словом, ты можешь жить в любом месте, по сути. У тебя маленькая квартирка. Ты можешь в Черноборье жить сегодня, завтра в Хорватии. Послезавтра в Словении, потом в Германии. Вот так. Ну, здесь вообще, я считаю, что очень много плюсов. Во-первых, надо сказать, наверное, о ценах, о цифрах. То есть, получается, в месяц сколько стоит под ключ, например, жить, условно говоря, в Черногории? Это в автодоме? Ну, да. А, в месяц? С топливом, получается, там, не знаю, там, с парковками, там, что вот входит. И сколько это вообще стоит? Ну, вот мы кемпингами не пользуемся. Мы, соответственно, ночуем только бесплатно. Ну, если мы далеко здесь не ездим, а вот там рядом, в Которг, по району ездим, то еще и дизель экономится. Я думаю, в 500 евро, наверное, в 600 можно уложиться. В месяц. В месяц вполне. Ну, да. А для вам, для справки, если вот вы, например, даже будете снимать апартаменты, ну, банально, да? В сезон. В сезон, ну, вот сейчас сезон начинается уже, да, летний. Ну, квартира, минимально, квартира где-то, ну, 50 евро, грубо говоря. В сутки. Вот, считай, если там тот же месяц, это у тебя полторы тысячи, а здесь 500 евро. Да, и квартира статична в одном месте, а здесь можно по всей стране, можно в горы, можно на море. Опять же, если брать машину на прокат, если ты приехал на месяц, это минимум еще 50 евро, да? То есть это у тебя, получается, уже 3000 евро в месяц. Ну, то есть это все же тоже считать надо смотреть. Поэтому здесь, конечно, плюсы, они как бы очевидны, да? В плане экономии и вообще в плане какого-то... Ну, попробовать можно. Вот, кстати, Алексей мне тут сделал предложение поехать там, может быть, куда-то на... Ну, неналеко, там, в Македонию, например, на этой штуке, там, снять видос. Не знаю, пока вот думаем, как лучше это сделать, в какой... Ну, в какой... в какой период времени. Потому что 4-го числа мы сейчас улетаем во Францию, в Париж. Вот, либо это сделать в этот раз, либо в следующий. В общем, подумаем, как лучше сделать. Вот. А так, конечно, да, это интересно. И страну посмотреть, и покататься, и вообще, ну, себя, как говорится, попробую, да? Твою, не твое. Да, да, да. Вот у нас 2 года уже почти, очень нравится. Ну, вот, может быть, сейчас вот Юля немножко расскажет, женский взгляд на автодом такой. Потому что мужской взгляд. Женский взгляд на автодом. Писажись, да, да. Наверное, сложнее, в принципе, находиться в автодоме. Ну, наверное, статично в кемпинге все намного попроще, а когда передвигаться, тут уже свои какие-то нюансы, минусы есть. Например, вот, мне бывает недостаточно воды. Ну, я все равно себя прекрасно чувствую, потому что Алексей любую просьбу мою выполняет. Воды недостаточно, сбегал, воды достаточно. Вот. В принципе, сложностей никаких нет. Просто сам образ жизни, кто может для себя как-то такое количество времени проводить в путешествии, то есть это все равно другой образ жизни, наверное. Вот уже здесь 3 недели. Ну, здесь уже 3 недели, а в принципе мы в путешествиях уже 5 лет. Ну, то есть мы объехали более 80 стран, и, может быть, уже сейчас я смотрю на эти вещи по-другому, потому что когда ты всего лишь несколько раз был дома и провел небольшое количество времени дома, остальное время в путешествиях, это, конечно, так это... Все время новые впечатления, люди. То есть жизнь абсолютно разная, другая. Вот такой вопрос. Вот вы же, например, здесь оставляли этот автодом, получается, в Черногории, улетали там в Азию. Вот, опять же, приезжайте сюда, здесь опять та же самая квартира на колесах. Вы сели, поехали дальше. То есть по большому счету можно же в любом аэропорту на парковке оставлять. Да, да. Слетал, приехал, там свои дела там порешал. То есть вот даже я даже вот в своем режиме, ритме, в принципе, понимаю, что, например, можно сюда из России или там, не знаю, из Белоруссии, из Украины пригнать этот автофургон, да, лето все жить или вообще его здесь оставить, например, в Европе, там, уезжать, переезжать, и все, дальше как бы никаких проблем нет. То есть у тебя очень много открывается границ. Вообще, вернее, границ не существует. Конечно. Просто с этим же Шенгеном сел, поехал в Италию, там, да, в Испанию, там. Билеты можно предугадывать элементарно. Нужна Австралия. Смотришь, с какого города Европы, например, самый лучший Тариф. Потому что билеты дорогостоящие, сел, поехал, припарковался, оставил машину в этом городе, слетал в Австралию, например, на 2-3 месяца прилетел, машина ждет. Ну да, ну да. Дальше, то есть, вот, легко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!